привет это арт-студия единорог и я именно сегодня мы будем рисовать вот такой летающий розовый замок ну что начнем берем карандаш отмечаем место в котором мы будем рисовать теперь будем рисовать летающий остров на котором располагается наш замок я нарисую вверх и низ начнем рисовать наш замок рисую первую башню она у нас будет цилиндрическая вот так теперь рисуем на этой башни забор вверху каменный заборчик такой таким образом как буква п подотру лишнее нарисую главный вход замок и окошечки которые называются бойницы рисуем вторую башню маленькую по такому же принципу вверху небольшой заборчик в форме букву п на этой башне нет дверей подтираю лишнее но есть бойницы нарисуем бойницы и со второй стороны нарисуем точно такую же башню рисуем вверх над главной башни более узкая такая башенка пересом крышу такую треугольную крышу на которой располагается пика на ней флаг и также рисуем бойницы маленькие окошечки рисуем над маленькими башенками точно такие же вашим ки чуть поменьше с треугольными крышами с пиками и с флажками не забываем рисовать окошечки длинная высокая крыша треугольной формы и флажок тут я нарисую дорожку подправлю немножко островок плавающий наш в воздухе сделаю чуть-чуть его побольше ну вот я нарисовал наш эскиз ну что начинаем рисовать красками я беру акварельные краски воду я буду рисовать чистыми цветами чтобы тебе было рисовать более комфортно не буду смешивать беру чистый розовый цвет и закрашиваю башню полностью розовым цветом мы рисуем розовый воздушный замок равномерно закрашиваю полностью его розовым цветом акварель любит много воды поэтому смачиваю как следует кисточку водичкой и вот так аккуратненько закрашиваю полностью первого добавлю немножко чистого цвета чтобы у нас башня была пообъемнее для этого я беру чуть меньше воды и больше краски окрашиваю вторую башню по такому же принципу равномерно накладываю цвет добавляю немножко фиолетового чуть-чуть прям взяла чистого цвета фиолетового и добавила сюда же пока башня мокрая она у нас дальше в тени поэтому можно добавить фиолетовый цвет чтобы она была на по ощущениям подальше рисуем следующую башню точно также закрашиваю полностью розовым цветом возьму немножко сиреневого цвета и точно так же как на той башни что справа сделаю тень сиренево и фиолетовым таким образом у нас передняя башня уходит на передний план центральный продолжаем рисовать беру розовый цвет и рисую флажочки на пиках аккуратненько не торопясь рисую флажки берем зеленый цвет и рисуем полянку на которой стоит у нас замок просто закрашиваем чистым цветом верхнюю часть нашего летающего острова дорожку не закрашиваем дорожку мы потом закрасим другим цветом вот так равномерно старайся не подходить близко к замку потому что он еще не высох я вот так делаю аккуратненько вдоль рядом чтобы у меня не смешались цвета беру коричневый цвет цвет земли и закрашиваю наш летающий остров снизу полностью коричневым цветом чистым коричневым цветом бери прямо красочки насыщенно побольше чтобы у нас получился яркий плотный цвет точно так же как к замку я не подхожу к траве чтобы у меня не смешались цвета по краешку я беру посильнее коричневый побольше меньше воды больше краски и вот так выделяю контур также по бокам чтобы у нас остров казался объемным вот я нарисовала наш остров продолжаем дальше берем черный цвет на кончик кисточки прям совсем чуть-чуть и рисуем камешки на дорожке дорожка ведущая к дворцу у нас будет вымощены камнями таким образом я рисую разного размера камешки если у тебя кисточка не с острым концом возьми тоненькую кисточку чтобы тебе было проще рисовать продолжаем берем фиолетовый цвет и рисуем бойницы лучше рисовать тоненькой кисточкой у моей кисточке острый конец поэтому я рисую этой же кисточкой вот такие бойницы на главной башне наверху главную башню тоже закрашу окошечки нарисую пики на которых у меня держится флажки а теперь будем рисовать черепицу вот такими волнообразными линиями черепица на крыше чуть-чуть подвесить подведем под крышей этим же фиолетовым цветом чтобы было видно что крыша на башню и вокруг заборчика сделаем тень чтобы было понятно что там есть промежуток беру розовый цвет чистый мало воды много розового и рисую кирпички хаотично расставляя кисточкой вот такие мазки получается у нас визуально выглядит как будто я башню из кирпичиков снова берем фиолетовый рисуем главный ход аккуратненько обводим не торопись если не успеваешь так на паузу рисуй потихонечку потом продолжишь с нами закрашиваю двери полностью сиреневым фиолетовым ставлю какая-то башня сохнуть буду рисовать маленькие башни точно также рисую бойницы темным цветом теперь видно что внутри рисуем пике на которых держится флажки черепицу выделяю крышу оттеняю немножко вот здесь добавлю тени чтобы видно было что у нас башня круглая объемная также что у нас есть промежуток между верхней и нижней башни еще добавляю тени здесь и вот здесь рисую на левой башни окна добавлю пику на главную машину и сам черепицу на крыше бойницы уделяем снова тени и тень под крышей и сбоку также вот этих местах добавлю вот здесь тень и сразу видно что у нас башни уходят на задний план берем розовый цвет рисуем кирпичики м девочки о все очень просто возьму фиолетовый и еще раз обведу главный вход рисуем что у нас посередине две двери а вот это то что он из досок двери состоят вот такой у меня получился берем темный зеленый и прямо около самого замка чуть-чуть делаем траву потемнее тем самым добавляя объем нашему рисунку такими мазками таким образом мы вокруг башенок добавляем тень возьму снова коричневый и еще раз пройдусь по бокам внизу нашего острова вот наш остров и стал еще более объемный ну а на этом все если тебе понравился этот урок не забывай ставить лайки подписываться на наш канал пока пока